Всем привет! Я к вам с новой косметичкой и вы уже видите у меня в руках тональный крем от Paese. У меня в 0,5 оттенки Ivory. У меня идет для нормальной и сухой кожи. Видите, он уже на донышке. Очень хороший тональный крем. Дает плотное покрытие, держится весь день. Для меня он такой для съемок, для праздника, куда-то на выход. Потому что покрытие достаточно плотное, но не делает маску просто. Лицо с ним очень здорово, круто выглядит. На каждый день у меня Bell Lumi. Это такой тональный флюид. У меня оттенок 01 Light Beige. Вот этот тональный крем дает легкое покрытие. От легкого до среднего можно наслоить. Хорошо ложится с базой. Но на каждый день я просто им выравниваю тон кожи. Если нет, никаких недостатков. Под глазки у меня будет Catrice Camouflage в оттенке 0,20. Очень хороший консилер, но достаточно плотненький. Это нужно иметь в виду. Хорошо увлажнять кожу под глазами. Для бровей у меня от Glamby вот такая вот помадка. Хороший оттеночек у меня номер 4. И здесь идет удобная кисточка, которой хорошо прокрашивает бровки. И такая у нее средняя фиксация бровей получается. И также у меня вот такие вот тени от Faberlic уже все стерлось. Потому что они уже практически заканчиваются. И по-моему брала. У меня еще есть от Lamelle фиксатор для бровей. Но сейчас его нет. Тоже его буду использовать вот с этими тенюшками. С тушей у меня будет Avon True Ultra Volume. Это у меня новиночка такая. Пушистая кисточка. Не знаю, что как. Только один раскрасила ресницы. Нужно ее раскрасить. База под тушь у меня будет от Faberlic. Очень хорошая. Хорошо работает с тушами, которые плохо работают на ресничках. Дальше у меня еще будет вот такая вот тушь от Evelyn. Уже раскрасилась. В видео я вам говорила, что не очень хорошая. Но где-то 10 раз пришлось накраситься, чтобы она раскрасилась. Давала удлинение. Но и так не дает хороший объем. Все равно вот эту тушь вот прям супер порекомендовать не могу. Но если еще с базой под тушь, то еще работает неплохо. Пудра у меня будет в оттенке 01 рассыпчатая от Milani. Но пудрой я пользуюсь просто крайне редко. Также румяшки у меня будут от Milani в оттенке номер 14. Такой красивый оттенок пропеленной розы. Так, секундочку. Сейчас я вам наведу фокус. Вот так выглядит. Далее еще взяла к этим румянам. Такую троечку от Vibo. Немножко запачканная. Сейчас повытираю. Хорошие румяна, вы видите, я их люблю. Они с такой золотинкой. Это видно. Неплохой хайлайтер. А вот этот продукт немножечко рыжит. Ну, это в принципе видно. Я его реже и использую. Далее база под глаз. Для теней у меня будет Arteco. Многие писали, что на половинке засыхают. У меня не засохло. И у меня также будет от Luxe Visage. Ее минус тот, что она не очень хорошо держит тени. Как бы тени на ней ярче. Тушуются шикарно. Но именно не увеличивает стойкость. Но некоторые тени, которые и так хорошо держатся на веках, для них я использую вот эту базу. Тогда неплохо. Если не нужно. Там прям супер на целый день. Подводка вот такая вот от LN Professional. Подводка Fulmeister. Подводки тоже не люблю. Но сейчас на карантине будем экспериментировать. Также взяла для этих целей жидкую подводку от Faberlic. В синем оттенке прям уже сидя долго дома захотелось каких-то новых цветов, каких-то экспериментов, каких-то ярких макияжей. Продукт, который я больше отнесла к теням, но это в принципе хайлайтер. Лаура Геллер. Я его просто обожаю. У меня оттенок French Vanilla. Но это настолько красивый хайлайтер. Именно повсегневный. Вот видите, это просто красивое свечение. Если увидите где-то по акции, очень рекомендую. Просто шикарный оттенок. Так, переходим к губам. Ну, еще для глаз у меня есть два карандашика. Первый от Ivroche. Это для слизистой. Действительно, если глазки красные, уставшие, то с этим карандашиком выглядят лучше. И Bourjois 16 часов стойкости. Черный уже заканчивается. Для слизистой неплохо держится. Так, для губ. У меня всего два карандашика. Первый от Joly Luxe Pink Rose 16 оттенок. Этот оттенок очень мягкий. Красивый оттенок самого карандашика. И стоит буквально копейки. И от Everline у меня оттенок нюд 14. Ну, карандашики от Everline, думаю, не нуждаются в рассказе. Вот эта серия Maxi Intense. Очень мягкая, очень хорошая. Хорошо наносится мягко на губки. Хорошо держит, ну, как бы помада держит. Но, единственное, видите, вот этот оттенок нюд, он все-таки такой с рыжинкой. Дальше. Вот такая у меня помада блеск для губ. В оттенке 15 Vintage Rose от Everline. Вот ее люблю. Я люблю такие помады блески для губ. Глянцевая, красивая, хорошо увлажняет губы. Конечно, не суперстойкая, как матовые, но неплохо. Oh My Lips оттенок 03. Everline. Матовая помада. Такой красивый оттенок. И помада из серии Lip Cream в 04 оттенке Dolce Rose. Ну, идентичная, я бы сказала, по качеству Oh My Lips. Вот так выглядит. И далее у меня будет достаточно сушащая помада для губ от Malve в оттенке 08. Очень красивый оттенок. Она просто суперстойкая, бюджетная, но безбожно сушит губы. Это нужно учитывать. Очень мне нравится Sweet Berry от Faberlic. Не помню оттенок, но красиво смотрится на губах. Ну, и блеск для губ, он хорошо увлажняет. И так по весеннему, летнему губы с ней просто шикарны. И вот такой вот блеск от Faberlic. Такой вот серии. Очень бюджетный, где-то 30 гривен. Вот с такой серии, но один я уже использовала полностью. Это уже второй. Он с блесточками, но хорошо и красиво выглядит на губах. Так. И переходим к самой интересной для меня теме. Это тени. Так. Первое, что я вам покажу, мне очень нравится упаковка. Это будут жидкие тени от Malva. У меня конкретно оттенок 11. Вот такой вот зеленый хаки, я бы сказала. Дополняет красиво разные макияжи. Обожаю палетку четверку от Floor Mar прийти. Оттенок 01. Просто шикарные тени. У меня есть с ними отдельные видео с макияжами. На каждый день легко тушуются, легко наносятся. Раз, раз, раз. И готовый макияж. Как бюджетный вариант для тех, кто любит шиммер. Очень могу порекомендовать. У меня уже дырочки в этой палетке. Когда спешу, рука к ней тянется, потому что макияж за 2 секунды готов. Вот такого цвета у меня четверка от Avon. А с ней уже тяжелее работать, потому что это полностью матовые оттенки. Чем-то напоминает Moco Latte. Но Moco Latte выигрывала за счет одного шиммерного оттенка. Вот так выглядит. Я вам честно скажу, с матовыми оттенками намного сложнее работать, нежели с блестящими. Тут уже нужно очень красиво, аккуратно тушевать. Да, повседневные макияжи с этой палеткой получаются просто шикарными. Но нужно осторожно, чтобы красиво все растушевать, чтобы красиво все выглядело. Дальше у меня вот такая, всем привет, четверка от Faberlic 5621. Точно не помню название, но что-то там оливковое. Вот эти четверки запеченных теней Faberlic просто шикарны. Я эту палетку обожаю. Здесь у меня просто мокрая рука. На самом деле тут все шикарно пигментировано. Шикарно выглядит. Можно вот с конкретной этой палеткой сделать как вечерний макияж. Но не мной будет такой прям супер яркий. Но посмотрите, какие оттенки. Я ее обожаю. Хочу прям еще какой-то оттенок с этих четверочек. Далее любимая мною от Faberlic Amazing Eyes. Именно в зеленых, таких зеленых рыжих оттенках. В принципе, здесь есть и фиолетовый, угольно-черный есть. Вот. Ну, не пугайтесь этого зеленого рыжего. Они красиво тушуются. И просто хорошо освежают ли глаза. Ну, вы видите, насколько я ее люблю. Она у меня уже скоро будет заканчиваться. Это будет печально, потому что, по-моему, ее уже сняли с производства Faberlic. Всегда у меня есть какая-то такая праздничная палетка. Вот повытирала, сейчас дотру. Sleek All My Special. Обожаю эту палетку. Сейчас покажу вам. Очень красивые оттенки. Хорошо тушуются, хорошо выглядят. Сейчас видите, у меня они уже многие заканчиваются. Многие говорят, что не все восьмерки от Sleek хорошие. Вот именно с этой их серии. Но вот это All My Special просто шикарно. Как на каждый день, так и для вечерних макияжей. Могу порекомендовать. Так, продолжаем. Сейчас вытру хорошо пальчики. Очень бюджетная палетка от LN Professional. У меня оттенок 03. Но она просто потрясающая. Хорошо пигментированная, мягкая. Хорошо тушуется. Ну, не мягкая, она достаточно такая плотненькая. Но хорошо наносится, хорошо тушуется. Хорошо подобранные оттенки. Можно делать разные классные переходы. Посмотрите, как красиво это все выглядит. Ну, тоже у меня о LN Professional есть отдельные видео. Очень люблю от Evaline вот эту четверку в оттенке 07. Если вы, как я, любите фиолетовые оттенки, то рекомендую. Здесь как светлый, так и темный. Плюс на все веко и светленький в уголок есть. Все продумано, все красиво для фиолетового макияжа супер. Здесь мне что-то плохо набирается на пальчики, но темный оттенок тоже очень-очень даже хорош. Вот эту четверку конкретную от Evaline для фиолетового макияжа очень могу порекомендовать. Далее у меня вот такая палетка от Glamby. Их инста-серии. Здесь идет зеркальце, но не очень удобные. Такие вот носибельные тени. Здесь румяна, хайлайтер, пудра. Ну, хайлайтер вообще не носибельный. Отдельно два оттенка помады. Помада. Я бы в отпуске ее 100% эту палетку взяла. Здесь есть все, что нужно. И не нужно брать, там, взял тушь, какой-то тональный крем и жизнь удалась. Хорошо, хорошая пигментация. Сейчас вам попробую перенести еще что-нибудь. Можно сделать, конечно, не вечерний макияж, но гулять по пляжу, где-то выйти. Я думаю, в отпуске не всем хочется прям супер краситься. Суперская вещь для отпуска. Конечно, отпуск нам не светит, но и так я тоже пользуюсь. И последнее, это вот такая вот палеточка. Сейчас немножко удалю. От Париса косметик. Как вы видите, здесь очень много оттенков. Только один раз брала в косметичку. Поэтому сейчас буду с ней полностью экспериментировать. Планирую вам где-то снять отдельный макияж с этой палеткой. Сейчас вам покажу, как она классно разбирается. Просто несколько свочей. В принципе, вот мокрой ручкой можно сделать и такое прям супер что-то яркое. Вот такое количество теней. Здесь у нас зеркальце. И тут у нас спонжик. Кремовый корректор. Как я понимаю, это такие пудры. И, ну, я думаю, тоже тени больше. Да? Потому что глаза такими темными сериями оформлять мы не будем, я думаю. Но, в принципе, очень интересные. Стоят очень-очень бюджетно. Можно поэкспериментировать с желтыми, зелеными, бирюзовыми оттенками. Но посмотрим. Постараюсь по максимуму использовать в этом месяце, чтобы потом вам сделать отдельное видео. Вот такая у меня палетка в этом месяце. Если понравилось, с вас пальчик вверх. И напишите, хотели бы вы посмотреть серию видео о коллекции всей моей косметики, всех теней, продуктов для губ и всего-всего. Если да, пишите внизу. Будет интересно. Постараюсь вам тогда снять. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.